Жив ли Рамзан Кадыров и что с ним? Этот вопрос будоражит Рунет уже по меньшей мере неделю. Михаил Ходорковский. Что происходит с Рамзаном Кадыровым? Никто не знает. Постоянно идут слухи, что он умер. Пишут, что он уже очень давно страдает от проблем с почками и находится на диализе. Диализ, мол, не помогает. Состояние тяжелое, так что в его соцсетях размещают консервы. И на них видно, что главе Чечни сильно нехорошо. Я считаю, что уход Кадырова создаст для Путина дополнительную точку напряжения. И чем больше этих точек напряжения будет, тем с большей вероятностью Путин совершит фатальную для себя ошибку. Дмитрий Колизев. Кадыров попытался объясниться насчет своего состояния здоровья. По его утверждению, в ЦКБ управделами президента в Москве лечат не его, а его дядю, которого он лишь заехал проведать. В качестве доказательства опубликовано видео Рамзана Кадырова, сидящего у постели дяди. Специально для пруфа медицинский работник на видео говорит, что сегодня 20 сентября. Предполагаю, что Кадыров мог бы легко опровергнуть слухи в первые же часы их появления, если бы с его здоровьем действительно не было никаких проблем. Дмитрий Никотин. Кадыров действительно в больнице в Москве. Вот только посещал он там своего больного родственника. А те каналы и СМИ, кто с уверенностью выдавали вам инсайды о смерти, можете отправить на свалку. Александр Плющев. Кадыров – это современный российский Евгений Онегин. То больного дядю сторожит, то людей стреляет. Кирилл Шулика. Ну, в общем, он передал, что не дождетесь. Юлия Латынина. Не знаю, жив ли Кадыров, но если умрет, то в нынешней Чечне будет так же мало волнений, как в Вагнере после убийства Пригожина. Приемника назначит Путин. Он будет менее самостоятелен. Это логично укладывается в централизацию власти. Путин понял, что ему угрожают нелибералы. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.